Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. В Таджикистане растет число жертв суицида. Особенно тревожная тенденция наблюдается в Сагдийской области республики. Социальные проблемы в обществе и низкий уровень жизни становятся причинами сознательного ухода из жизни. Тему продолжит Камария Хрор из Худжанда. 15 сентября Манзура Касымова, студентка второго курса Государственного таджикского технического института в городе Худжанд, покончила с собой. Пресс-служба управления внутренних дел Сагдийской области сообщает, что молодая девушка повесилась в сарае собственного дома в этот же день. Житель города Гулистон, Зафарабадского района, также покончил жизнь самоубийством. По итогам первого полугодия больше всего случаев суицида зафиксировано в Сагдийской области Таджикистана. Вот что говорит начальник УВД области Шариф Назар Зуда. В области зафиксировано 136 случаев суицида. Из этого числа 77 мужчин, 5 несовершеннолетних парней, 59 женщин и 11 девушек. Причины суицида различны. Психологические заболевания составили 59 случаев. 9 это семейные размолвки. Остальные случаи по непонятным причинам. Стоит отметить, что 119 человек покончили жизнь путем повешения. Один случай с использованием ножа. Интоксикация организма 4 случая. Самосожжение 1, 4 утопленника и 7 остальных другими путями. Заголовки местных газет пестрят сообщениями. Отец двоих детей совершил самоубийство. Мать покончила с собой, убив троих детей. Старшеклассница совершила суицид. Мухарама Рахимова, специалист в области психологии, педагог Института повышения квалификации в Сагдийской области, утверждает, что суицид становится самым верным способом решения накопившихся проблем. Случаи суицида или суицидальной попытки связаны с личными проблемами. Люди не находят пути решения и заходят в тупик. Они думают, что их никто не понимает, не может их спасти, их проблема не может быть решена. В эмоциональном состоянии разум перестает работать. Вот в этом случае человек уже чувствует себя в засасывающем болоте и идет на самоубийство. У многих молодых семей возникают проблемы из-за отсутствия работы и экономической ситуации в семье. Исмаил Закиров, студент Худжанского государственного университета, говорит, что если бы молодые ребята после окончания вуза были обеспечены хорошо оплачиваемой работой, то суицидальных попыток, может быть, и не было вовсе. В сегодняшней жизни есть очень много проблем. В решении жизненных проблем молодежь в основном остается один на один. И некоторые из них решение этих проблем видят в самоубийстве. Поиски средств для существования, социальная и бытовая неустроенность заставляют граждан Таджикистана искать выход из сложившейся ситуации. И для многих такая жизнь становится просто невыносимой, говорит независимый эксперт Тилав Расул Заде. По моему мнению, одна из основных причин попыток суицида состоит в очень низком уровне жизни населения. Огромное количество людей не может справиться с проблемами. Люди сталкиваются с психологическим кризисом. Вот именно эти люди в состоянии аффекта могут покончить с жизнью, полностью не осознав, что делают. Махбуба Султонова, представитель неправительственной организации НАСАЛ в Худжанде, утверждает, что еще одной причиной суицида является насилие в семье. На первом месте стоят тяжелые жизненные условия. В семье, где женщина нуждается и не может сама найти средства к существованию, там она будет всегда терпеть насилие. Самоубийство детей 12-14 лет для государства – это катастрофа. Я вижу проблему в воспитании и не только в семье, но и во всем обществе. Угрожающий рост числа случаев суицидов в Сагдийской области Таджикистана вызывает тревогу специалистов на всех уровнях. В школах области введены классы практической психологии. В настоящее время 340 практикующих психологов обучаются в Институте повышения квалификации, чтобы в дальнейшем можно было помочь учащимся в школах справиться с их психологическими проблемами. Слово психологу Мухараме Рахимовой. Мы пригласили девушку, она рассказала нам, что никому не нужна. «Я плохая», – говорила она, несмотря на то, что она была очень хорошенькой. Мы спросили, почему ты так считаешь? Она ответила, все так говорят. Говорят, ты плохая, а твоя сестра хорошая, твоя сестра воспитанная, правильная, послушная, а ты нет, ты не такая. «Я нежеланный ребенок», – говорила она. «Я никому не нужна. Зачем мне такая жизнь?» Однажды меня так унизили, сказав, что я невоспитанная и девушка плохого поведения. Это очень сильно задело меня, и я бросилась в реку. После этого разговора мы пригласили ее мать. После нашей беседы и сообщения о том, что они могли потерять дочь, мать и отец были сильно встревожены. Разве надо было доводить до такого? Впоследствии, после того, как наши психологи поработали с девушкой, она вернулась к прежнему образу жизни. Психологи говорят, что в предотвращении суицида очень важна роль старших в семье, неравные отношения в семье, может повредить психику ребенка, негативно повлиять на его мышление. Дети становятся слабыми, и для решения даже несложных проблем они не станут обращаться к родителям. Они будут чувствовать себя одинокими. Репортаж подготовил Камари Ахрур Худжант. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете звонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шхадатца Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadjikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин